Доброе утро, Земля! Ночь прошла вообще отлично, я так хорошо спала, я один раз в 4 утра вставала и подкидывала пару дровин. По-моему, вроде плюс один всего показывает, а на солнце, на солнце плюс пять. Ночь был минус, ну не знаю сколько, но мне у костра вообще было тепло, и еще за счет того, что я тут вся позакуталась, еще два спальника, вообще не мерзла так хорошо, комфортно. Я даже как только легла, вырубилась практически сразу, ну еще понаблюдала маленько за звездами. Единственный минус спать у костра то, что весь просто в пепле просыпаешься, мне придется спальник стирать, потому что он просто весь белый, я сдувала, но все равно. Хотя спальник вот этот, особенно демисезонный, стараюсь не стирать, спальники вообще нужно как можно реже стирать. Сижу тут в своей люльке, так неохота вылазить, вообще солнце так прогревается, всем по-летнему. Сейчас спрячется, будет холодно, в гроте спрячется, так сегодня весь день солнце обещали. 7-9 утра, валялась, валялась, даже косули кричали. Так, ну если сейчас ничего не выйдет с этим делом, надо костер отводить. Вообще угли очень горячие. Для того, чтобы проснуться, окончательно вытягивать. Солнышки, вообще хорошо. В общем, вода не нагревается, пришло тут небольшой костерок сделать. Чтоб чисто воду нагреть. Так, пока у меня тут будет вода нагреваться, будем я открепливать. Пустые движения, сам. Все, Оль, вдох. Все, Оль, вдох. Все, Оль, вдох. Все, Оль. Ну, можно сказать, кипит. Можно заливать кашку. Оль. 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 Такая кашка вкусная, знаете, я кукурузную смешала с овсяной. Всё, я, короче, собрала рюкзак, вытряхнула из него всё, что можно было и нельзя, взяла огромную бутыль, взяла бурдюк, ценные вещи, остальное всё в гроте оставила. Идём за водой. У кого-то уже в середине мая всё цветёт, уже даже, может, растёт у кого-то что-то на огородах, листья везде большие, а у нас ещё только-только начинает просыпаться, у нас ещё весны-то нормально не было, хотя она уже скоро закончится. Ой, как хорошо! Небо-то какое синее! О, смотрите, какое небо синее! Вот грот. Отсюда я вышла. И идём сейчас вот сюда наверх. Круто-круто подниматься. Вот такие малыши. Прям на тропе почти растут. Жалко, туристы, наверное, затопчут. Медунки растут. Медунки вообще съедобные растения, полезные. Когда вот они молодые совсем, вот эти цветочки, верхушки можно есть. Можем даже сырыми есть, шилатик крошить, блюда добавлять. У меня что-то никогда их нету. Жалко, такие красивые цветут, так и как-то сорвать, съесть кощунство. Ну вот так ходишь, любуешься просто. Потом, когда уже побольше цветения появляется, что-то собираю, а что-то нет. Вот как-то так. Побеги сосны собираю, тоже каждый раз жалею, но там нужно правильно собирать, чтобы частично с разных мест, чтобы сосна не страдала. Также шишечки зелёные, сосновые, тоже также нужно правильно собирать. И не надо никогда много ничего собирать, потому что вот возьми столько, сколько тебе вот на одну зиму, чтобы хватило. Не надо вот, как некоторые, нахапывают, нахапывают куда-то там, всем, кому не лень. Ну вот меня тоже иногда просят, собери, Алина, вот то, то другое, отправь. Я не могу много собирать, я себе чуть-чуть собираю, мне вот жалко сильно лес обворовывать, так сказать. Возьмите. 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 Оно такая бурная, высокая. Вообще, так подсплавляться хочется. Я даже думала взять лодку. Мне тут говорили, что могут дать Я просто вообще не знаю Как мне заброску, во-первых, сделать Самой Это же тяжело, лодку тащите Помимо лодки же нужно и продукты И все такое Вещи там теплые Потому что еще ночами-то очень холодно Ну и надо знать, откуда заброситься И докуда доплыть И чтоб оттуда тоже кто-то меня забрал Ну это, короче, целая проблема Так сплавиться для меня не проблема Сам сплав В одиночный я имею ввиду Мне кажется, я справлюсь А вот именно с забросками очень тяжело Что-то знаете Осенью до лета много обещалкиных Которые говорят Что позовут на сплав А потом в итоге Тишина среди бегущих Первых нет Отстающих Никого нет Не с кем даже сплавиться человеку Е-мое Ничего себе там ручьи Там вода тает Лед Я надеюсь, я воды смогу набрать вообще Это тропа По тропе вот так вот Вон куски льда Пожалуйста И все в базаиху течет Начу медь Я все тут пройду Сколько льда Межкин кот Вот это поворот Грязьюка-то какая Смотрите Вообще полностью лужа замерзшая Прям как осенью Смотрите, какая лужа красивая И покрыта тонкой корочкой Я подошла посмотреть, думаю, что там лягухи есть И не видно лягуха С одной стороны хочется поломать лед С другой стороны такой красоты нет, что он нарушает Я уже поломала всю позу Кстати, только про сплавщика поговорила Сейчас проходила, там сплавщики собираются сплавляться как раз Человек, наверное, 8-10 Клещей надо еще осмотреть Вот иду Осматриваюсь маленько Потому что Сегодня, обувая ботинок Утром Нашла в нем клеща Прицепившегося, но уже все Того Ему там в ботинке плохо стало Я никаким репеллентом не брызгаюсь У меня хотя дома стоит рифтамид Кстати, самое действующее средство Вот Клеща Вот Ну что-то Я вообще крайне редко пользуюсь всякими спреями Потому что это все-таки химия Через такую расческу надо аккуратно ходить Потому что Можно и наткнуться случайно Главное не запнуться Осторожно идти Такие штыри торчат Смотрите, разве это не сказка Какое отражение в воде Видите? Дерен отражается Красные кусты Где-то дерен Отражается в воде Еще все такое сухое Лед лежит Даже не верится, что середина мая Теперь вопрос, как мне туда пройти Вон она, дорога продолжается Здесь вода Лед Вообще пройти нереально Там тоже всякие кусты вон Попробую сейчас как-то обойти Болота везде Болота везде Оно Найдется Я не знаю Здесь А как Я не знаю Все ноги теперь мокрые, но они не насквозь, ботинки типа не совсем промокают, но немножко промокли. Высохнут быстро, солнечно все. Вот это дерево упавшим так нравится, оно такое вообще классное, сказочное, все мхом поросшее. Какая красота, огромная. Слышите зяблики поют? Вот это синички сейчас были, вот это был зяблик. Вообще дремучее такое. Вода вон там бежит. Короче идти вообще. Завалы кругом вон, кусты, это хорошо еще не лето. Приходится так обходить, так-то есть тропа, но она вся водой залита. А тут как бы клещей не цепляет. По этому бревну попробую выйти. Перехожу тут в речку, боюсь, не дай бог, шумятность. Я не знаю, что там снимаю, я не вижу. Занесну меня. Пошла за водичкой сходить Алина. Думаю, быстренько схожу. Сходила быстренько. Вышла на тропу, сейчас покажу какая она. А она просто вот такая. Просто вот. Грязь, вода, лед. Ой, вообще. Каша, вообще каша. Обходить по краям сложно, потому что вот все в кустах просто. Сейчас он туда попробую перепрыгнуть. Там вроде получше ситуация. Кто-то там. Слышите? Пилит что ли? Как раз куда мне надо. Это как-то не очень. Ладно, пойдем. Что? Воды-то надо. Я вообще не уверена, что я воды наберу, потому что я что-то подозреваю, что может вообще снег или лед. И знаете, что я подумала? Точно спилили что-то. Дерево спилили. Короче, я подумала, знаете, что я стакан, по-моему, забыла набирать воду. Не знаю, как я буду ее набирать. Алина, как всегда, такая Алина. Оно. В общем, здесь парень был. Это, я поняла, что он со сплавщиками с теми, он пришел за дровами, взял тут сухостой и понес туда, через эти все дебри, я не знаю, по этой воде, видите какой тут лед еще. Вот там вообще льда полным-полно, такой еще толстенный-толстенный. То есть обратно я вот по льду прошла, сначала здесь спустилась, побоялась по льду, что он треснет. Но он не треснет, но он, видите, какой толстенный. А вообще водичку там повыше обычно набираю, она там почище. Но сейчас там не доберешься до нее. Да, тяжковато, конечно, но ничего не поделать. Воду-то надо в гротках туда быть, с дому тащить. Пряшка. Ёшкин кот, так тяжело. Еще неудобно, он отвисает, все, вниже тянет, получается. И болтается там. Ну, не знаю, как я в гору-то понесу. Как-то понесу, наверное. Чешковато немножко. Моей ошибкой, знаете, что было, когда я пошла, что я не взяла. Я нож не взяла. Мало того, что я его в гроте оставила, это моя ошибка. Во-вторых, я не взяла. И это плохо. Мало ли, зачем он мне бы понадобился. Смотрите, какой камушек нашла. Почти сердечко. Оставлю его здесь. Сидим, передыхаем. На солнышке, кстати, прям очень тепло. Особенно в горку я шла, вся вспотела. А сейчас в грот зашла, тут холодно так стало из-за того, что тень. Уже час дня. Я, кстати, специально на часах засекала, за сколько я времени схожу и сколько километров. Четыре с половиной километра получилось, туда и обратно. И время два с чем-то. Сейчас пять минут передышку сделаю, пойду попробую то бревно веревкой вытянуть, которая вчера не смогла. Зачем оно мне надо? Пошла бы сверху, натаскала. Куда? Пошла бы эту милую ветвь. Надо. Продолжение следует... Да, уже представьте, вчера я тут вот те бревна вытаскиваю без веревки, а эта слишком огромная, прям сильно тяжелая, а там еще вот такой марин корень растет, я боюсь его там этим бревном поломать весь. Кто-то там есть наверху, сейчас мои планы все собьют, потаскать не получится может, ладно, пойдем посмотрим. Все-таки выходные есть, выходные, там туристы пришли, я одну такую дровину огромную уже, прям огромную стащила, вот сейчас только что вниз. Там туристы сидят, жуют, чаи пьют, вот, поэтому не знаю как-то при них таскать, я принесла, они такие, все удивились, что это я принесла, они даже не в курсе, что я там все обустраивала и таскаю туда дрова. Вот, пришла, сижу тут на своих напиленных пеньках, немножечко грущу, потому что туристы какие-то неразговорчивые, между собой общаются, так на меня как-то косятся, может я странно, конечно, для них выгляжу, девушка такая таскает бревна, зачем им непонятно. А у меня сегодня день рождения, представляете? Хотела я его маленько по-другому провести, конечно, без всяких туристов, но выпало, вот почему я выходные-то пошла, потому что мой день рождения выпал вот на воскресенье, сегодня воскресенье. Немножко потаскаю, потом, наверное, пообедать надо, вкусненько, праздник же, все-таки. Доброе утро! Я, наверное, вообще много не буду снимать, как я таскаю, а то у меня уже там наснимало, как всегда болтаю много. Птицы так поют хорошо, как я люблю, когда птицы поют. Вообще май мой любимый месяц, самый любимый вообще из всего года, мой самый любимый месяц в мае, мне день рождения как раз в мае. Планы были в другое место, в день рождения поехать куда-нибудь на велике там, где нет людей, но не получилось у меня моим планом сбыться, пошла хотя бы сюда, думаю, все равно тут надо поработать заодно, ну сколько получится, столько потаскаю. Было бы здорово, если бы их получалось сбрасывать, а их сбрасываешь, они все вниз укатываются и потом их невозможно достать. и вот так вот каждую таскатят, конечно, как птицы. вот это такая тяжеленная. они, кстати, на снегу лежали, старые немножко можно тут на солнце оставить, чтоб подсохли. вот сока пока вынесло к дороге. теперь те, буду сюда тоже подтаскивать, потом уже отсюда буду вниз. не знаю, насколько мне хватит. хотя бы их надо вниз туда подстаскивать, чтоб они там были внизу, ну над гротом получается. за раз, конечно, я столько не утащу, это очень тяжело. и жарко. я так-то люблю работать, вот именно такую работу выполняют. только туристы там ушли бы потихоньку, потихоньку таскала бы. сила на мои дрова. красотка. красотка. вот дрова, которые были здесь все, достаточно много было. это уже пень, это не дрова. вот эти все дрова, вон они, я их перетаскала. а вон те, они подальше, и на них, видите, солнце попадает, в принципе, они не должны там уцелевать. они пусть здесь пока будут, подальше от туристов. может, я летом и не приду больше в грот. может, и приду раз-два все равно проведать, конечно, надо. в общем, вот столько дров я сюда перетащила. это очень даже не мало, это очень много. и сейчас их буду таскать туда, к тем дровам. а потом уже оттуда вниз. кстати, туристы ушли. сейчас, наверное, вот так вот их поскладываю здесь аккуратно. вон те перетаскаю сюда. и пока брошу это дело, пойду пообедаю. что-то по двуму-то все уже столько брене таскать. кто как день рождения празднует, да? каждый сходит с ума по-своему. все, я перетаскала дрова сюда хотя бы. видите, какая огромная куча. это было непросто. пойду сейчас обедать, а потом мне вон туда надо стаскивать. не знаю, буду ли я сегодня в грот спускать, но до низа хотя бы вот эти надо перетаскать, чтобы они тут на виду не стояли. туристов не манили, так сказать. взяла поменьше мне. вся вычухалась вообще, как порося. почему как, даже обидно. надо будет, завтра домой пойду, надо будет салфетками влажные хоть маленько почиститься. не так страшно выглядеть, как бояга. сейчас буду вкусняшку делать. вот что мне для этого понадобится. лаваш, помидор, огурец, лук. это морская капуста, сметана, творожный сыр. кто не любит сметану, можно майонез, либо соус, сырный, чесночный, любой. один лист лаваша я разрезаю на четыре части. потом берете творожный сыр, сливочный у меня. знаете, который для роллов. это морская капуста, сметан. кладете сюда, потом огурчики. можно рыбку сюда. и у меня даже была рыбка. просто тащить ее. и так много сильно тащить. помидорчик. так, потом лучочек. можно зелененький, можно репчатый. можно ли из салата положить. петрушка, укроп. и потом сверху кто соус, кто майонез. можно подсолить. потому что это блюдо как раз в отличие от того, которое делал в любви. если вы делаете со сметаной, но не сильно соленая. тут соленые только вот эти вот. морской капусты, листы и творожный сыр. он причем не сильно посоленый. вообще должны такие маленькие роллы получиться. я тут набухала, конечно, в душе. вот такой ролл получился. я люблю так скромненько. вообще люблю всякие такие штучки простые. быстро и вкусно. в такие роллы можно же что угодно положить. любые ингредиенты у вас есть, что вы любите. обалденно вкусно вообще, я обожаю. наслаждение. лучшее блюдо в день рождения, да и просто так. особенно когда поработал, как я. устала, проголодала. сейчас вообще. ой, как хорошо это стало. я что-то пока ела эти ролики. ролики. так замерзла. они же холодные. теперь кострище такой замутило, что мне теперь наоборот жарко. у меня тут тортик. он, конечно, некрасиво выглядит. тут свечечки у меня есть. отецких праздников остаются. просто такие есть, такие беру. так что мне будет 11 лет. сегодня еще лисенок. со мной сестренка мне подарила. лисенка такого вязаного. классного. сейчас главное, чтобы ветер раньше времени свечи мне не забыл. так. давай, котяра. ну и ты иди сюда тогда уже. сейчас загадаем. тихо, не сдувайся. тогда желание. раз, два, три. все, мое желание сбудется. хочу еще вечером тоже свечки задуть. потому что вечером когда темно будет намного красивее. вообще, в моем детстве никогда не было торта со свечками. я всегда хотела. и вот теперь и вот теперь, став взрослой я постоянно себе на день рождения ставлю свечки и задуваю. кстати, всем моим подписчикам, кто не забыл, что у меня день рождения. но об этом мало кто знает. всем, кто поздравил меня, спасибо большое. я вот просто сейчас в гроте нахожусь, здесь нет связи и ответить не могу. а потом по приходу я всем отвечу. по приезду домой. ну и даже если не торт не поздравил, меня не расстроюсь. для меня день рождения вот так вот провести это самое лучшее. сижу, что-то такое вообще припухло. у меня даже лицо, по-моему, красное от костра. пригрелась, наелась. прям бы спать слегла такое ощущение. но нет, нельзя спать. надо идти, поделать дела, размяться, так сказать, после еды-то. уже пятый час вечера, представляете, я только пообедала. насколько я ужинать буду. мне так нельзя. я потом могу не захотеть ужинать. а мне хочется захотеть, там вкусняшки у меня. принесла сейчас вот эту дровину. до этого я вот эту притащила. я, по-моему, снимала. сейчас вот эту огромную притащила. и вот эту я притащила, я не показывала, кстати, вообще огромную. это еще до обеда я принесла, когда туристы тут были, я не снимала. там уже немножко я натаскала, умаялась вообще. когда таскаешь, сразу жарко становится. солнце так красиво подсвечивает, листочки маленькие. они такие яркие кажутся. очень красиво. вот какие я принесла дровихи. до середины получается. датащила. и там еще наверху еще много осталось. по горке-то очень тяжко таскать. дольше получается. видите, тут такая гора. то есть я их, получается, спустила до середины примерно. потом от середины туда еще натащить. но я хочу сейчас сначала все сюда стаскать. до середины. а потом от середины уже туда. котика, кстати, взяла с собой. сейчас тут его на солнышке посажу. пока таскаю, пусть посидит. ну, мне сейчас водку осталось, кстати, много еще. можно туда таскать. вон посередине дровишки почти все перетаскала. получается, вот оттуда, с самого верха. сейчас буду сюда вниз стаскивать. где-то тут их размещать. думаю, может быть, вот здесь их разместить. наверное, так и сделала. тут как бы ямка такая. они никуда не укатятся. я уже разделась. ветер холодный. прям холодный. но пока таскаешь, очень жарко. а кофта эта еще очень теплая. она типа как куртка. теперь в ней вообще жарко. плохо дышит. тогда разделась. сейчас потаскаю футболки. потом опять оденусь. потом в гроте опять буду мерзнуть сидеть. и сжарвилщик и подсовет кейса. и сжарвилщик и сжарвилщик. и сжарвилщик. Продолжение следует... 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 раз-два-три фокус такая красота мне теперь все в новый год гирлянды вешают а я вот в любые дни могу так сейчас поменяем чтоб не мигала вот так вот супер вообще люблю гирлянды мне никак не связаны с новым годом у меня дома постоянно круглый год висит гирлянда на мне вместо ночника вечером вместо света вместо ночника включаю у меня гирлянда ну просто так в таком режиме не мигающим горит ненормально все видно и свет такой приятный сдувание свечей теперь уже в такой здоровской обстановке только ветер ныбей не сдуваемые сучки наркотик иди сюда все загадала еще три сдуваем раз-два-три просто вот что захотелось именно сейчас сказать пару слов знаете люди постоянно вот всю жизнь чего-то ждут чего-то жду и думают что жизнь она вот длинная что она еще вся впереди что вот а завтра а послезавтра а вот еще чуть-чуть подождем и вот тогда вот начнется жизнь она никогда не начнется пока вы этого сами не захотите сегодня и сейчас потому что жизненно вот она она в том моменте в котором вы живете очень многие люди этого не понимают и так хочется хотя бы до кого-то это донести что то что вы откладываете на завтра нужно сделать сегодня потому что жизнь может завтра закончится как бы печально и как бы страшно это не звучало но это реально так поэтому все что вы задумали нужно делать здесь и сейчас сегодня другой жизни не будет может быть кто-то там верит в инкарнацию что другая жизнь будет да она может будет но она будет другая это уже не будет та жизнь которая сейчас у вас многие люди боятся что-то начать что-то изменить в своей жизни так и всю жизнь проживает на своей жизни это реально так грустно вот просто захотелось вам сказать такие слова все я спать собралась подкинула большую травину рядом еще одну положила потом встану может подкину сегодня ночью я только один раз в 4 утра подкидывала и всю ночь горел костер и грел я пока просто полежу посмотрю на костер доброе утро земля доброе утро земля простите что я вот в каком виде вот в каком виде ноги все в семьяках не паскалась вчера солнце так жарит прям по июльскому что я вообще не смогла просто даже вот автомобилье ноги прям вообще аж горячок было пришлось снять ночью вообще не замерзла по прогнозу ночью минус 4 должно было быть примерно так и было я даже утром костер не подкладывала в пятом часу просыпалась и посмотрела что тут еще до сих пор не догорела не стала подбрасывать потому что и так нормально было представляется вчерашней ночи до сих пор вот горит ветерок дует и начинает прям гореть я поставила вот так вот кружку воды согреть на кашу даже костер наверное запаливать не надо будет мне кажется должно согреться на кашу хватит гаечка сидит и вон там чуть чуть подальше 2 вторая не шевелится вы наверное не заметите утром они в грот прилетают прям залетают здесь и им все любопытные такие ого полетели все исследует что тут где тут он к пакету полезли смотрите они наверное гнездышки строят и ищут чего-нибудь такого мягенького смешные такие маленькие все проверят ого любопытные полезли туда смотреть что-то летают здесь вообще меня не боятся и вот бывает кормишь их и они сидят и садятся своими хрупкими маленькими лапками и так счастьем наполняешься от этого потому что такая маленькая маленькая хрупкая птичка на тебе сидит она Она невесовая, просто не боится и ест с руки. Кстати, уже кашку запарила кукурузу. Очень быстро вскипела вода. Сделала футболку, а снизу у меня нет ничего такого легкого, чтобы не жариться. У меня черные штаны, они еще и утепленные. Представляете, на солнце, как я в них вообще просто жарюсь. Приходится пока в трусах ходить. Вообще, в принципе, я вот, например, не понимаю, в чем разница. Обычные трусики женские и купальни. Я вот не вижу разницы, почему люди как-то реагируют странно. Кукурузная каша такая вкусная, я вам уже 10 раз говорила, но я еще раз покажу. И, может, еще не раз. Я каждый раз так тепла жду, потому что она жлявая. Полгода мерзнешь, а то и больше. В этом году вообще получилось, наверное, месяца 8. А потом начинаешь отбиваться на солнечке. Так хорошо. И так обидно, когда лето нет, бывает, лето почти нет. В общем, я уже вообще все полностью собралась. Рюкзак стоит, ждет меня время где-то около 12, нет еще 12. И представляете, в гроте плюс 12, вот там где тень, а на солнце уже плюс 25. Я чувствую, пока я до дома доберусь, я просто сжаюсь в теплых штанах, и ботинки у меня тоже немножко утепленные. Да, да это хорошо, что такая жара наконец-то пришла, наконец-то тепла. Прибиралась тут долго, все убирала. Дровишки сложила вот так вот, покучнее немножко. Не стала их прям ровно складывать, много времени на это уйдет. Вот здесь даже воду оставила, полный умывальник пусть будет. Вот здесь все аккуратненько сложила, поставила вот эту дровину огромную сюда, чтобы люди ее не сожгли. Она мне нужна как материал. И вот вода, видите, отстоялась. И такая более-менее чистая для технической воды вполне пойдет. Ее можно кипятить и пить, в принципе. Ее даже так можно пить. Там, в принципе, пыль только. Тетрадку записи я сделала. Как всегда, сниму шикарный вид на прощаннице. Такие облачка красивые. Все, до свидания, грот. На следующей встрече не знаю, куда я иду в следующий раз сюда. Может скоро, может и нет. Надеюсь, здесь все будет в порядке. Хочу, кстати, поблагодарить всех своих подписчиков, которые поддерживают меня постоянно, которые помогают продвигаться моему каналу. Благодаря вам канал не стоит на месте, продвигается вперед, пусть не слишком быстро, но все-таки продвигается. Всем, кто просматривает мои фильмы от начала до конца и на ютубе, на одном канале, на другом канале, в Дзене тоже просматривает и пишет комментарии, ставит лайки. Еще всем спасибо тем, кто поддерживает меня донатом. Благодаря вам у меня появляются какие-то нужные вещи для канала, для съемок. Спасибо вам большое за поддержку. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на Дзен, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем еще раз спасибо. До встречи на моем канале. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»